Считается, что у настоящего мужчины должны быть золотые руки, которыми он и по дому все делает, и женщину на руках пронесет. Константин Петров своими руками может вдобавок еще и выиграть чемпионство Европы по армрестлингу. Владивостокский спортсмен на днях вернулся с международных соревнований в Болгарии, которые принесли силачу золотые награды. Причем в это путешествие ему позволила отправиться победа на чемпионате России. Была категория грандмастер, это уже одна из пенсионных категорий 50+. В финале мне попался тот же самый соперник Сорока в Сомской области. Я на России с ним встречался. Довольно-таки мощный человек, выше на пол головы, 140 килограмм. Так получилось, что я был более подготовленный, не оставил ему никаких шансов. Константин пришел в этот вид спорта из бодибилдинга в 2009 году. На любительском уровне все получалось. Спортсмен выигрывал практически все местные турниры. Но чтобы заниматься этим профессионально, нужен был специалист, который знает это дело вдоль и поперек. Своего наставника Петров нашел довольно быстро. Максим Руденко заметил потенциал силача и сразу заявил, из этого армрестлера может получиться чемпион. Изначально он уже был подготовленным спортсменом, занимался боксом длительный период времени. Потом в тренажерном зале качался. То есть уже была база, фундамент какой-то определенный. Чемпионат Европы стал первым международным опытом у Константина. Готовился к нему спортсмен максимально плотно. Тренировки по армрестлингу довольно специфичны. С первого взгляда кажется, что упор делается только на руки. Однако необычные упражнения заставляют работать все тело, причем на износ. Вот сейчас вот возобновились тренировки, я чуть подвосстановился. И сейчас вот, можно сказать, вчера была проведена вторая тренировка. Ну, тренер спуску не дает, так гоняет. Поэтому вываливаешься отсюда, когда только зал закрывается. Вот в таком коматозном состоянии. Сейчас в Приморье существует Краевая Федерация Армрестлинга. Этим видом спорта занимаются в самых разных городах региона. Возможность встретиться и помириться силами появится у местных силачей в декабре этого года на чемпионате Приморского края. Что же касается Петрова, то приморца ждут куда более важные соревнования. Чемпионат мира, где уже в октябре ему придется бороться с сильнейшими людьми на планете. Олег Завьялов, Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.